Какие методы обуздания инфляции существуют, и не получается ли, что сейчас как раз такая денежно-кредитная политика ведет к замедлению экономического роста в угоду тому, чтобы не было инфляции. А инфляция сама по себе подавится, потому что будут высокие кредиты неподъемные, плюс будет снижение потребительского спроса, и тем самым инфляция перестанет разгоняться. Пытаемся дозвониться до Михаила Делягина, чтобы на эту тему поговорить. Сейчас я надеюсь, что он все-таки возьмет трубки по поводу инфляции. Президент говорит, что вы сказали, что из инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет, сказал глава государства, сделал акцент на том, что значительная часть действия Центрального банка направлена именно на то, чтобы инфляцию подавлять. И я думаю, что на целевые показатели мы выйдем, говорит Путин. Были целевые показатели, периодически они корректируются, но, соответственно, в какое время удастся добиться этого таргета инфляционного, пока что остается большим вопросом. С вашей точки зрения, по вашим ощущениям, если выбирать между двух зол, то получается лучше жесткая денежно-кредитная политика, чтобы обуздать эту инфляцию. Говорите вы, да, и нужно потерпеть большую ключевую ставку 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Вы считаете, что такие методы ошибочные и лучше ставку поменьше, да, будет инфляция, но при этом будет стимулирование экономического роста 134, 21, 36. Михаил Динлягин с нами, зампредкомитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а насколько это временное явление, как говорит глава государства? То есть, пока не обуздаем инфляцию, ставка будет такая, высокая? Ну, понимаете, инфляция не имеет отношения к процентной ставке. Точнее, процентная ставка является одним из главных факторов роста цен в России сегодня. Первый фактор – это девальвация рубля, а второй – это рост процентной ставки, которая резко повысила стоимость кредитов, а торговля живет с кредитом. Естественно, стоимость этих возросших кредитов заложена в цену товара. Понятно, что растущее обнищение людей будет оказывать сдерживающее влияние на цены, и через некоторое время цены, ну, скажем так, рост цен замедлится. Но рост цен замедлится, просто люди будут меньше покупать? Рост цен замедлится, а при этом надо понимать, что у нас в стране существует искусственная созданность, жесточайший денежный голод, то есть нехватка денег в экономике. При нехватке денег в экономике стандартные экономические взаимосвязи работают по-другому. Вся стандартная экономическая теория, которым апеллируют либералы типа Набиулина, они работают строго противоположно. Если вы в Германии повышаете процентную ставку, да, вы сдерживаете рост цен, потому что там рост цен вызвана сбытком денег в обращении. В России рост цен вызван, у нас нет инфляции спроса, у нас есть инфляция и сдержек. Когда Набиулина устроила рукотворную девальвацию на ровном месте, для того, чтобы сдержать развитие российской промышленности, устроила, вот вам рост цен. Потом, оправдываясь по девальвации рубля, она более чем в два раза завысила процентную ставку. Вот вам второй виток роста цен. Все, все очень просто. При этом бывают структурные дефициты, то есть, когда люди беднеют, они переходят на самые дешевые источники животных белков. Потому что совсем без животных белков, если вы не веган, вы жить не можете. Соответственно, когда люди беднеют, они из всего мяса, из всех источников животных белка покупают самые дешевые. То есть, вчера я покупал свининку, может быть, даже баранинку, может быть, говядинку, а сегодня я покупаю только курятину и яйца. Соответственно, растет спрос не в силу того, что люди стали замечательно жить и с растительной диетой перешли на мясную. А люди беднеют из-за общего роста цен и переходят на самопотребление самых дешевых животных белков. Возникает структурный дефицит. У нас яйца влетают в кост. Михаил Геннадьевич, откуда взялись целевые показатели инфляции? То есть, откуда вот этот ориентир, какой он, кстати, сейчас? Пол, палец, потолок. Основной инструмент государственного управления Российской Федерации, по крайней мере, в финансовой сфере. Сказали 4%? А 4%. Если бы на Биулиной было бы другое настроение, и там магнитная буря была бы, или не было бы магнитной буря, могло бы быть 3, могло бы быть 6. Это абсолютный произвол, понимаете? И процентная ставка определяется произволом одного человека. Ну, может, конечно, там какие-нибудь репсилоиды еще могут, но ушко ушепчут. Но это вряд ли. Но когда ваши коллеги некоторые говорят, что ЦБ придется еще ужесточить регулирование кредитов, чтобы инфляция была 4%, может, тогда вообще не выдавать кредиты? Ну, почему же совсем не выдавать? А кто же их будет брать-то за такие процентные ставки? Как кто будет брать? Кто? Во-первых, будут брать финансовые спекулянты. У нас же сейчас рубль крепче 89 рублей. Понятно же, что после президентских выборов он опять полетит в космос усилиями госпожины Биловны. Так что я сейчас с удовольствием возьму и по 20%, и по 30% кредит куплю валютки и буду, так сказать, пановать. И выиграю на этом. А с другой стороны, с другой стороны, торговля, люди все равно будут покупать хлеб, люди все равно будут покупать лекарства. Значит, даже если кредит для торговли будет 50% годовых, да, да, люди будут меньше покупать, люди будут больше умирать, значит, будут брать на похороны кредиты. Михаил Геннадьевич, с вашей точки зрения все-таки в какой момент возникнет понимание того, что дальше докручивать невозможно и нужно ослаблять денежно-кредитную политику? Ну, у российских либералов тормозов нет. Они считают, что задача, если я правильно понимаю политику, это уничтожение российской промышленности, чтобы не конкурировало с Западом, и блокирование производственных инвестиций. Они уже добились значимых успехов. У нас в ноябре месяце, ноябрь к ноябрю, если верить, расстаду, конечно, официальной статистики, спад сельхозпроизводства, который у нас, типа, локомотив экономики, составил почти четверть, около 24%. То есть определенные успехи, они достигнуты, но они будут достигать их дальше. Они будут расписывать их на всю экономику. Знаете, когда люди переходят в режим убийц-маньяков, пусть даже в экономической сфере, у них тормозов уже нет, только уголовный кодекс. Вот когда к либералам, которые правят Российской Федерацией, начнут применять уголовный кодекс, по предварительному сбору, с особо тяжкими последствиями, вот тогда они остановятся. Но будет это российский уголовный кодекс, или это будет уже китайский уголовный кодекс, или иранский, или таджикский, ну, покажет время. Прям последнее уточнение, кто-то из слушателей писал, ну, посмотрите, Эрдоган пытался обмануть экономические законы, но у него не получилось. Эрдоган пытался нарушить экономические законы, потому что, во-первых, у господина Эрдогана нет денежного голода. Пока у вас есть денежный голод, увлечение денежной массы способствует снижению инфляции. Как у нас было после дефолта в 98-м году, как у нас было в начале 23-го года, между прочим, после накачки экономики деньгами в конце 22-го года, было торможение инфляции, потому что рост делал активности, опережает инфляцию. Господин Эрдоган, обратите внимание, у кого мы яйца берем? У Турции. Почему? Потому что Турция может производить все, что угодно по потребности. А в России производство, де-факто, запрещено набиулиной, Силуановым и их подельниками. А господин Эрдоган нарушил очень простой закон экономики, что если вы увеличиваете денежную массу в условиях ее достаточности, вы должны ограничивать финансовые спекуляции. Он все посадил либерала, такую турецкую набиулину или турецкого набиулина посадил на Банк России. Как я понимаю, это было договорено и с Западом, чтобы, так сказать, не мешали ему победить на выборах. Ну, с чего и до свидания экономикам. Спасибо, Михаил Геннадьевич, вас благодарю. Михаил Делягин был с нами, зам. предкомитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук. Продолжение следует...